Дорогие друзья, вот сейчас как раз мы и готовы говорить о проблемах алкоголизма и частично о проблемах наркомании, но больше об алкоголизме. А даты у нас следующие. В 1935 году отпеты американские алкоголики, биржевой маклер и врач из штата Огайо. Они вдруг осознали пагубность своего пристрастия к спиртному и создали первое в мире общество анонимных алкоголиков. А рядом со мной кандидат медицинских наук, врач-нарколог, психиатр Олег Зыков. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот наркология, это же часть психиатрической науки, безусловно, но вы еще являетесь членом комиссии при президенте России по правам человека. И вопрос мой связан вот с чем. Когда родители алкоголики, нарушаются ли права ребенка при этом? Да, очевидно совершенно. Ребенок имеет право на гармоничное воспитание в семье. И, кстати, именно это является главной профилактикой алкоголизма и наркомании. Гармоничное воспитание в семье. И алкоголизм родителей, это может быть причиной нарушения прав ребенка. Сам по себе алкоголизм не есть трагедия. Трагедия – дисгармоничные отношения, которые рождаются в результате этого алкоголизма. Ну, и как следствие, то поколение, мягко говоря, нездоровых детей, которые рождаются у родителей алкоголиков. Ну, это немножко разные проблемы. На самом деле, главное, что отсутствует в нашей стране, это правовая система защиты прав ребенка. А проблемы в семье есть и в нашей стране, и в Америке, и в Скандинавии. Вообще, природа человеческая – это такова, что проблемы всегда есть. Но или общество находит механизмы их решения, или не находит. К сожалению, в нашей стране сегодня пока такой правовой системы, когда государство может и должно вмешаться в судьбу семьи, не с целью наказать родителей, а с целью восстановить отношения, не существует. Ну, а вот скажите мне такую вещь. Почему все-таки наша страна, раньше Советский Союз, сейчас Россия? Ну, не говорят же, вот там, Украина, Белоруссия или Казахстан. Именно Россия – самая пьющая нация. Почему? Это не соответствует действительности. Вообще, мы очень самокритичны по отношению к себе. Вообще, 2-3% населения любой абсолютной страны решает свои проблемы с помощью химического вещества. Это проблемы личности, а не общества. А у нас сколько процентов? Ну, сейчас у нас 2 миллиона формально зарегистрированных алкоголиков. И это меньше, чем эти 2%. Ну, а сколько незарегистрированных? Это же невозможно сосчитать. Вот, вы ответили на собственный вопрос. И я даже не пытаюсь этого делать. И вообще не надо драматизировать ситуацию. Надо понимать, что есть разные проблемы, которые решаются различными технологическими путями. Вот мы поговорили о проблеме защиты прав ребёнка. Я считаю, это ключевая проблема – создание ювенальной юстиции. Есть проблема личного выбора ребёнка, когда он пытается понять, как ему жить. Вот как ему помочь выбрать трезвый образ жизни. Причём, в самом широком смысле, трезвый образ жизни. Это вопрос воспитания личности, не запугивания её. Да, мы привыкли запугивать собственных детей, не пытаясь уважать их как личности. А если мы будем воспитывать личность, свойства личности, умения сказать нет в том числе. Ну, хорошо, давайте вот посмотрим на нормальную семью, на нормальные отношения, где родители обладают определённой культурой потребления спиртных напитков. Они знают, какое венок какому блюду подавать, что подать на аперитив. И вот в этой семье растёт ребёнок, с какого возраста можно дать ему попробовать что-то из спиртного? И вообще надо ли? Я понял Ваши вопросы. Будет употреблять ребёнок алкоголь или нет, никакого отношения к умению подавать спиртное в этой семье не имеет. Имеет только одно значение. Насколько это родители умеют контактировать с собственным ребёнком? Насколько они уважают и любят ребёнка? Здесь одна очень важная мысль. Любят не собственную любовь к ребёнку, а самого ребёнка. Ну, я-то Вас спросила конкретно, когда, с какого возраста можно ребёнку дать попробовать спиртные напитки? Я думаю, что сам ребёнок должен это определить. Если он личность, если мы говорим о том, что главная задача воспитать личность, личность проявит себя. Или проявит интерес и скажет, вот хочу попробовать, ну, хорошо. Или не проявит интерес, тем более не надо навязывать. Идея превентивно давать алкоголь, чтобы он не стал как нелепой идеей, глупой идеей. Не надо этого делать. Об этом никто и не говорит. К сожалению. Но мы же думаем, как? Пусть лучше дома попробуют. Не надо. Не надо. Да. Давайте уважать собственных детей, а дети разберутся, когда им начать пробовать. Ну, видите ли, какая проблема в нашей стране, проблема ментальности такой советской. Наши вожди, вообще, большинство из них имели пристрастие к спиртному. И вот, по-моему, первый раз президент Путин довольно сдержан в этом вопросе. И очень хорошо держится на публике. Ну, и вообще, в таких околокремлевских кругах слышно, что он человек не пьющий. Так ли это? Ну, я встречался с Путиным, когда было заседание комиссии по правам человека, о которой вы упомянули, 10 декабря. И мне было доверено как раз представить ему тему ювенальной юстиции. В это время он был трезв. Я вам категорически это заявляю. Ну, еще бы. Вот. Нет, это единственная информация, которую я могу достоверно предоставить о личной жизни, собственно, там и личной не было, была общественная жизнь нашего президента. У меня такое впечатление, что он человек абсолютно трезвый. Трезвый в широком понимании этого слова. При этом были сюжеты телевизионные, когда он употреблял алкоголь и в меру. Знаете, у меня такое... Нет, а что ж, если коктейль, приемы, трехсотлетие Петербурга, роскошный лайнер. А что ж делать? Конечно. Мы возвращаемся к этой для меня очевидной мысли. Проблема не в алкоголе. Не надо сам алкоголь драматизировать, вот, как химическое вещество. Как последствия, но последствия. А в личности и отношении личности к этой проблеме. Ну, хорошо, а если человек уже болен? Ведь ни для кого не секрет, что это болезнь. Безусловно, это болезнь. Но человек болен, и он не может освободиться от этой зависимости. И у него нет стремления обратиться, допустим, к вам или к другому вашему коллеге. Я думаю, что сейчас как раз повод телезрителям напомнить то, с чего мы начали наш разговор. С даты собрания... Анонимных алкоголиков в Америке. В 35-м году. И на самом деле, это не результат осознания вот этого врача и маклера. Это результат того, что каждый из них осознал, что если он будет делиться своей болью, своей проблемой, себе подобным, то таким образом он будет решать свою собственную проблему. Когда этот маклер первый раз пришел к доктору, доктор был в стильку пьян. И было не очень понятно, слышит он его или нет. Но маклер изливал свою душу этому доктору. И как результат, маклер тресв остался. А когда доктор протрезвел, оказывается, он все слышал, все понимал и тоже стал тресв. То есть главная идея на самом деле в том, что человек, даже пьющий, даже алкоголик, нуждается в уважении и в контакте психологическом. И группы самопомощи, это как раз способ выстраивания социальных связей. Группы самопомощи. Олег Владимирович, я вот смотрю на часы не потому, что нам уже пора заканчивать разговор, а потому что время полдвенадцатого. И я убеждена, что нам звонит абсолютно трезвый телезритель или телезрительница. Слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Добрый день. Да. Все, я не ошиблась, вы абсолютно трезвый, да? Ну, конечно. У меня вопрос частного плана к Олегу Владимировичу. Дело в том, что у меня теща периодически срывается раз в месяц где-то в запой. Она хочет, чтобы ей помогли врачи. Как бы нам это сделать? Просто я звоню по всяким врачам, они предлагают что-то в вену вводить, какой-то препарат, сит. Меня интересует, насколько это помогает. Да, во-первых, я предлагаю вам не тратить своих денег, потому что все эти методы – это шарлатанство в чистом виде. Нельзя за человека решить его проблемы. А проблема алкоголизма и наркомания – это, прежде всего, социальные и духовные проблемы. Ну, куда идти этому человеку, не называя адрес? Ну, группа самой помощи, она не у них алкоголиков, конечно. И в городе Москве, и вообще в России. Слава богу, теперь огромное количество этих групп. И это не вопрос денег, это вопрос выбора. Желания. Желания. И, кстати, прозвучало в том, что спросил наш телезритель. Она что-то желает. Прекрасно, замечательно. Я не знаю, можно ли, допустимо ли в вашем эфире произносить телефон, по которому можно... Нет, недопустимо, к сожалению. Не буду произносить. Ну, я думаю, что наш телезритель легко найдет. Это в справочнике, такие группы... Группа самой помощи – это вопрос не денег, а выбора. Я поняла вас. И следующий звонок сразу. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я, наверное, повторяю, сейчас в наркологических клиниках применяют такое лечение, как укол, который отбивает влечение к спиртному. Объясните, пожалуйста, его действие и полезность. Спасибо. Я могу объяснить только вредности. Нет там никакой полезности. И еще раз повторяю, зависимость алкоголя – это, прежде всего, социальная и духовная проблемы личности. С помощью укола добиться нравственного роста личности невозможно. То есть вы хотите сказать, что никакие методы, ну, мы знаем, не будем называть, конечно, ну, очень ярких персонажей, личностей в нашей стране, за границей, которые, как говорили, зашитый, да, больше не пьет. Ну? Это все шарлатанство. Это выбор человека. Другой вопрос. Он же шарлатанство, но не пьет же больше, и слава богу, или как? Значит, человек это выбрал. Ага. Только к зашитию это не имеет отношения. То есть его мотивация просто. Он так лишь. Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Но при этом не может человек выздоравливать в вакууме, в нравственном, человеческом вакууме. А движение анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов, родственников, которые не меньше страдают, иногда даже больше, это способ выстраивать новые социальные связи на основе идеи трезвости и отказа от алкоголя. Мне кажется, там еще есть телефонный звонок, и мы сейчас его выведем в эфир. Слушаем вас? Добрый день. Здравствуйте. Я, ну, я болен наркоманей, но вот параллельное сообщество, анонимные наркоманы. Так. То есть меня вот интересует тема, вот этот стереотип общества. Если человек раз употребил, он всю жизнь будет торчать. Угу. Я сам с успехом уже больше двух с половиной лет отрицаю это. То есть я не употребляю наркотики, я не употребляю алкоголь в своей жизни, мне и так здорово. Ну, то есть вы сами справились с этой проблемой? В принципе, при помощи, как сказал человек, группа самопомощи. Вот так, да? Вы тоже при... Вот ответ на как раз на предыдущие вопросы, которые дал этот молодой человек. Значит, всё гораздо... Ну, не то, что проще, гораздо дешевле, гораздо прозрачнее. То есть можно прийти в эту группу и... Я бы сказал, всё гораздо сложнее. Знаете, вот сделать укол – это просто, да? Заплатил денег, сделал укол, и всё в порядке. Это очень примитивная и нелепая, с моей точки зрения, логика. Всё гораздо сложнее. Человек спивается и становится наркоманом в результате социальных и духовных проблем. И выздоровление – это процесс мучительный, но надо сделать первый шаг. И это вопрос выстраивания новых социальных связей и духовных отношений с самим собой, прежде всего. Скажите, я хочу проверить вот свои ощущения, впечатления. Даже те 12-13 лет, что я работаю на телевидении, поменялось очень многое. В частности, и то, что раньше вот на Шаболовке, Востанкино, можно было вечером зайти в любую дверь и увидеть, как люди выпивают. То есть всё нормально, я уж не говорю про выходные дни. Сейчас люди не выпивают в основном. А уж особенно на телевидении, где такой труд, в общем, достаточно благодарный, и люди держатся за своё место. Это и в других сферах также? Ну, безусловно, конечно. Ведь никто же не запрещает, правда? Да, конечно. Это вопрос, опять-таки, личного выбора и то, как себя человек позиционирует в обществе. Я абсолютно убеждён, что по мере позитивных процессов в нашем обществе, причём я даже не про экономику говорю, я про личный выбор и про нас, я всё про это. Доля тех людей, которые будут выбирать химическое вещество, будет уменьшаться. Вы так хорошо это называете, химическое вещество. Ну, потому что это алкоголь и наркотики, я не делаю разницы. И ведь, к сожалению, среди медиков это тоже довольно распространённое зло. Медики точно такие же люди, с такими же проблемами. И, к сожалению, среди них это зло приводит к более трагическим последствиям. Жизнь человека, конечно. В силу того, что они более скептически относятся к возможности выздоровления. Мне остаётся только призвать моих коллег найти в себе силы, у кого есть проблемы такие, прийти в эти группы. Это абсолютно анонимно. Это и называется анонимный алкоголик. Не потому, что это сверханонимно и тайно, а потому, что сам человек... Решил пойти туда. Да, да. А вот скажите, вы вообще пьющий человек или нет? Я долгие годы вообще не употреблял алкоголь. Сейчас я могу иногда употреблять пиво. Крепкие алкогольные напитки я не употребляю многие годы. Но это мой личный выбор. А пиво вообще, как вы считаете, насколько опасный алкогольный напиток? Мы всё время говорим о личности. Для меня личный нет. Потому что у меня нет никакой проблемы. И я и пиво тоже не пил. Но потом съездил к друзьям в Германию, и вот они меня спровоцировали в тот момент. Но для алкоголика любой алкогольный напиток является провоцирующим элементом для того, чтобы снова начать употреблять. Вот уж кстати о Германии. Там Бавария, где пиво льётся рекой роскошной совершенно. Я просто человек совсем не пьющий, поэтому я не знаю, насколько оно хорошее. Но я вижу, что немцы-то здорово спиваются прямо только от пива. Спиваются, спиваются. В общем, в тяжёлом они в состоянии иногда выходят, особенно в праздники. Знаете, такая особенность. Публичность алкоголизма. Вот у нас алкоголизм более публичен. Это, если хотите, культура алкоголизма. В западных странах, если ты алкоголик, ты стараешься пьянствовать тихонечко, вне контекста социального, находясь за закрытой дверью. Там не принято предъявлять свой алкоголизм обществу. Здесь мы отличаемся от западного общества. Спасибо вам огромное. Дорогие друзья, я напоминаю, что в этой студии был Олег Владимирович Зыков. Человек, который одним из первых в нашей стране начал помогать людям с алкогольной зависимостью. Он один из первых стал помогать в создании вот этих групп анонимных алкоголиков. И сейчас, как вы слышали, Олег Владимирович тоже предлагает, как решение этой тяжёлой проблемы, медицинской проблемы, вот один из способов решения такие группы анонимных алкоголиков.